Человек, владеющий тремя языками, владеет миром. И если вы думаете, что я про те, которые мы изучаем в школе, то вы ошибаетесь. Я про русский, матерный и командирский. И всему этому есть вполне логичное объяснение. Говорим на русском, отстаиваем права на командирском, эмоционируем на матерном. Так вот на этой неделе поэмоционировать пришлось вдоволь, но обо всем по порядку. Это Вести Без Киселева, наш совместный проект канала Фьерма Акмедиа и реальная журналистика. Привет, привет, мои дорогие. С вами Юля и мы начинаем. Хочется пить чай с конфетами, а хватает только на чай с соседкой. На этой неделе коммунист Николай Арефьев решил покопаться в потребительской народной корзине и покопался, сравнив ее с тюремным пайком. И я сейчас не шучу. Этот факт настолько возмутил парламентарию, что он предложил пересмотреть уровень прожиточного минимума и учесть в нем реальные затраты граждан. Потому как наша корзина, например, в 4 раза беднее, чем в Британии и в 3 раза меньше, чем у немцев. Я, кстати, в своих программах уже несколько раз поднимала вопрос о том, кто и как составляет эти корзины. Ну, просто для меня всегда оставалось загадкой, а какими средствами люди оплачивают коммуналку? Почему они никогда не болеют и во что, собственно, они одеваются? Но ответа почему-то не находила. И вот Арефьев, прочитав мои мысли, тоже решил задаться подобным вопросом. Только лично его интересовали траты на отдых и досуг, а также специфические гендерные траты. Да-да-да-да, Николай, а ведь помимо этого у человека еще должен быть хотя бы минимальный комфорт. Ну, там, машина стиральная или холодильник. Но по действующей корзине такую роскошь можно позволить себе лишь раз в 14 лет. А теперь, внимание, вопрос. А кто-нибудь в России уже изобрел технику, которая не ломается и не требует ремонта в течение полутора десятка лет? Лично я с такой не знакома, а цены на бренды сегодня так и вовсе улетели в космос. Поэтому, как бы скептично я не относилась к работе депутатов, а вот с Арефьевым в этом вопросе я полностью согласна. Россиян однозначно пора снимать с тюремного пайка. Но должны же они хоть раз в жизни попробовать что-то слаще морковки. Так что, господин Арефьев, если это не популизм, то дерзайте. Хотя в здравый смысл я, если честно, верю, мало. На этой неделе один россиянин получил постановление от судебных приставов о временном запрете выезда за границу. И все это за долг в полтора рубля. Обратите внимание, не в полторы тысячи, а в один рубль и 52 копейки. Как так, подумала я. У нас по практике ограничения начинают действовать с 10 тысяч, если алименты или возмещение вреда здоровью, и с 30 тысяч, если долг за коммуналку, которая, кстати, не входит в потребительскую корзину. А тут такая сумма и запрет. Позже выяснилось, что долг гражданина составлял 14 тысяч рублей и вместе со штрафами был начислен за неоплаченный вовремя кредит. Он вроде бы все погасил. Только вот загадкой остался один факт. Откуда взялись остатки? Я знаю, что часто банки засчитывают платежи сегодняшним днем, если деньги внесены на счет до 4 часов дня. В противном случае списание денег, то есть погашение кредита, произойдет только следующим утром, соответственно, образуя просрочку. Но в данном-то случае речь идет о приставах, которые по закону вроде бы все сделали правильно. Но вот здравым смыслом тут и не пахнет. Я уж молчу о том, что вообще-то у должника есть телефон, и ему всегда можно позвонить и напомнить про долг. Но нет, это не в нашем менталитете. Мы лучше заполним кучу бумаг, поставим ограничения выезда и максимально усложним жизнь должнику. Это может быть и не так просто, но зато чертовски приятно. Также приятно, как осознавать, что богатые тоже плачут. Вся страна подумала, что это первоапрельская шутка, но это оказалось правдой. Кошелек директора департамента Министерства финансов в прошлые выходные мошенники облегчили аж на 3 миллиона 800 тысяч рублей. По сообщению самого Владимира Штопа, ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя пытаются взять кредит. Ну и типа надо обезопасить все средства на карте. А обезопасить как? А правильно перевести на счета мошенников. Что Штоп с радостью и сделал. А когда очухался, было уже поздно. Ни денег, как говорится, ни шаник. Теперь делом чиновника Минфина занимается полиция. Но знаете что, друзья? Сдается мне, что Штоп не так уж и глуп, как хочет казаться. Но не верю я, что в министерстве сидят уж настолько наивные люди, чтобы довериться телефонным мошенникам. Но если это, конечно, правда, то далее пошла ненормативная лексика. И все же. Лично я считаю, что таким образом чиновник мог перевести деньги, предназначенные для взятки. Или скрыть собственные средства на офшорах. Ну, например, если почувствовал, что под ним зашатался стул. А кстати, ведь это идея. В последнее время как раз много стали говорить о цифровом рубле, который типа должен искоренить коррупцию и сделать расчеты и траты более прозрачными. Но чиновники же допустить этого не могут. Вот и тренируются. Сегодня деньги типа мошенники выманили, а завтра дипломат с деньгами выхватили. А потом взятки квартирами, дачами, автомобилями, золотом и бриллиантами-то никто не отменял. Так что до прозрачности нам, конечно, еще очень далеко. Но за попытку снять с себя ответственность, чтоб, я полагаю, должен получить медаль. Ну или хотя бы грамоту. Как-никак мужик старался, план придумывал. А то, что он тупым оказался, я про план. Так это издержки профессии. Кстати, про депутатов. Помните, когда-то был такой Виталий Наливкин? Пародию сочинял на коллег по цеху, высмеивал нелогичность их действий. И, в общем-то, был достаточно смотрибельным парнем, пока не решил поддержать спецоперацию. В своем последнем видеоролике он вдруг решил рассказать о том, что занимается производством экипировки для российских бойцов. Многие из вас часто писали нам и спрашивали, куда мы пропали, где новые сюжеты. Так вышло, что мы умеем не только снимать видеоролики. Наша команда уже долгое время занимается разработкой защитных изделий, которые будут спасать руки и ноги нашим военным на полях сражений. Мы с нуля освоили технологию изготовления надежных противоосколочных пластин для рук и ног военнослужащих. И здесь необходимо ваше участие. Чтобы сделать много таких комплектов, нужны средства. Ну и типа денег уже не хватает, давайте донатьте кто сколько может. Зрители шутку юмора не оценили и начали массово отписываться от канала, при этом успевая задать вопрос о смене обуви. Ну тогда, друзья, быть в оппозиции сейчас не просто сложно, но и опасно. Хотя была ли в Наливкине хоть доля оппозиции, это еще вопрос. По мне так это просто выдуманный комичный персонаж. Но если он задел чиновников за живое, значит себя в нем все-таки узнали. В противном случае канал Барракуда просто бы не привлек внимание правоохранителей, а он привлек. В 2020 в отношении организаторов пародии возбудили уголовное дело. Через два года оно все еще было не закрытым. И вот исход. Форма для бойцов. Я еще раз повторюсь, что не хочу кого-либо отбеливать или обвинять. Но быть в оппозиции теперь стало реально небезопасно. Особенно после недавних слов Медведева о том, что в смерти военкора татарского, а равно как и Даши Дугиной, виновата, кто бы вы подумали, а правильно, оппозиция. Именно об этом Медведев написал в своем телеграм-канале, обвинив борцов с коррупцией во взрывах и убийствах. Впрочем, подробнее о татарском я уже рассказала в своем первом выпуске новостей. Если еще не посмотрели, сделайте это обязательно. Видео размещено только на канале Ермак Медиа. Но вернемся к преступлению и наказанию. Преступление произошло, а наказание почему-то должна нести оппозиция. Причем объективные причины для этого пока не озвучены. Впрочем, что я все про оппозицию, когда тут у Пригожина, высказавшего свое мнение гражданину Ахмедову, после тоже начались неприятности. Поговаривают, что прямого наказания продюсер не понес. Зато гонения, пусть и неофициальные, начались в отношении его жены-певицы Валерии. Ее потихоньку начали снимать со всех эфиров федеральных каналов. Ну и... Никого не напоминает? Так, конечно. Это же просто дубль ситуации с Примадонной, где муж думает не так, как власть, а жена за ним в огонь и в воду. На этой неделе Управление Росимущества выставило на открытый аукцион бомбоубежище, находящееся в микрорайоне Химмаш. Согласно информации с торгов, нежилое помещение имеет площадь почти 800 квадратных метров, оценили которое почти в 15 миллионов рублей. Но цена, естественно, начальная. И в ходе торгов, которые состоятся 4 мая, может быть увеличена. Вот так, друзья. В то время, как одни стараются привести в порядок то, что за эти годы было развалено, другие просто избавляются от ненужного балласта. А может и просто пополняют в казну. Надо же где-то брать деньги. Обидно во всем этом другое, что бункеры в свое время строились для народа. А выжить в них удастся только тем, кто в них покупает место. Впрочем, как сказал финансовый аналитик Николай Кульбака, все понемногу будет хуже. Но принципиальной разницы с сегодняшним днем уже не будет. И на этом можно было бы поставить жирную точку, если бы не еще одна новость про главу РМК Игоря Алтушкина и штурмовой батальон «Урал». Впрочем, да, лучше все-таки поставить точку. И напомнить, что с вами мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Кстати, скоро на нашем канале выйдет новый проект Николая Ермакова про незаконно построенный крематорий. Обязательно посмотрите. Всех люблю. Пока-пока.